Виолетта Ефименко Ежегодно от табака в России умирают почти 600 тысяч человек. А что нового и интересного произошло в области регионе, смотрите далее в выпуске. Мы практически с вами показали, как мы с вами можем работать, каких достигать успехов и поставленных целей. Десятилетний юбилей службы благоустройства Десногорска. Сегодня мы расскажем вам о чуде. О чуде, которое живет рядом с нами. В Десногорске прошел отчетный концерт ансамбля народной песни «Забава». За семь дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 547 сообщений. Управление по делам ГО и ЧС отчиталось о происшествиях за прошедшую неделю. Сводка криминальных происшествий за неделю. Для своей номинации «Литература» я написала стихотворение Юрия Алексеевича Багарникова. Концерт в честь подведения итогов конкурса. Знаете, каким он парнем был. Переходим к темам выпуска. Более 40 миллионов рублей было выделено из бюджета на развитие агрохозяйств молодых фермеров. И уже сегодня видно, как использовались выделенные деньги. В Кордымовском районе Смоленской области, на месте, где еще недавно был пустырь, сейчас растет тысяча саженцев. Семья Чекан уже несколько лет занимается созданием плодово-ягодного сада и в этом году решили заняться и клубникой. Популярность этого фермерского хозяйства растет, и крестьянская продукция на рынке пользуется особым спросом. Полученные полтора миллиона рублей молодые фермеры потратили на приобретение нового трактора, опрыскивателей и ограждения. Всего за последние годы оказана грантовая помощь более 30 фермерам, которые обратились за поддержкой в департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию. Уборка, ремонт и содержание городской инфраструктуры, заботы с которыми организация служба благоустройства, справляется на отлично вот уже 10 лет. На юбилеи компании побывала и наша съемочная группа. С 2009 года коллективом служб благоустройства была проделана большая и основательная работа, результаты которой заметны практически по всему городу. Во главе с директором Андреем Олейниковым коллектив стремится решать разнообразные городские задачи, и это заметно на самом высоком уровне. 10 лет – это достойный промежуток времени, через который можно оценить достоинства нашего с вами учреждения. Мы практически с вами показали, как мы с вами можем работать, каких достигать успехов и поставленных целей. В этом году в службе благоустройства будут выделены финансовые средства на приобретение коммунальной техники. Парк компании пополнит автомобиль КАМАЗ и трактор со всем коммунальным оборудованием. Это позволит эффективнее и еще качественнее выполнять трудовые обязанности, а специалистам работать в более комфортных условиях. Кроме этого, глава Десногорска вручил памятные дипломы коллективу организации, отметив достижения и вклад каждого сотрудника в общее и благое дело. Также благодарственными письмами от леса Десногорского городского совета были награждены отдельные сотрудники предприятия, диспетчер и водители службы благоустройства. «Хотелось бы, чтобы эти юбилеи продолжались, ваш коллектив креп, обновлялся». «Юбилей очень значимый. Желать вам всего самого лучшего. Это, знаете, крепости духа, несмотря ни на что». Праздничный вечер продолжился концертной программой, подготовленной народным коллективом студии эстрадной песни «Ренессанс». Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Розганова, Десна ТВ. 30 мая в Доме детского творчества собрались поклонники юных талантов ансамбля «Забава». Артисты подготовили для зрителей народные песни, танцы, забавные частушки из коморошины. Подробности в сюжете. Еще один праздник подарил своим поклонникам ансамбль народной песни «Забава». Этот замечательный, еще совсем молодой коллектив под руководством Виталия Михайлова уже давно покорил сердца благодарных зрителей. Этот коллектив знают, ценят и любят не только на Десногорской земле, но и в других уголках области. Начался концерт с исполнения известной песни «Колокола». Совсем маленькие участники ансамбля порадовали гостей песней «Русские матрешки». При этом малыши ловко аккомпанировали себе ложками, постукивая ими в такт песни. Прекрасное выступление продемонстрировала солистка ансамбля Арина Хромкова. Она исполнила добрую песню «Ладушки». Также со сцены в тот день прозвучали такие песни, как в «Ополе Орешино», в «Окузнице», как у нашей Дуни. Шуточные частушки из коморошины про то, как комара муха любила, да про то, как во зеленом вобору жила барыня блоха. Особенно повеселила собравшихся, ведь юные участники выступали с полной отдачей. Не забыли участники ансамбля и про казачий край. Они дружно и весело спели знаменитые донские казачьи припевки. Вжилась в роль и со всей душой спела забавную песню про Ваню Мария Жакова. Вся концертная программа была невероятно наполненной и яркой, но за плечами у этих жизнерадостных исполнителей кропотливая работа и долгие репетиции. Мы очень долго готовились, переменку одну делали, пять минут только, и потом в следующий раз очень долго. Но, несмотря на долгие репетиции, ребята ценят народную культуру и любят русское народное творчество. Здесь вспоминают очень старинные песни, здесь помнят народные песни, о которых сейчас не очень много людей слушают. В течение всего концерта поддерживал исполнителей инструментальный коллектив из Смоленска, который не пожалел своего времени и приехал в Десногорск аккомпанировать юным артистам. Все вместе и участники забавы, и музыканты, и зрители получили огромное удовольствие от концерта. И после завершения всех выступлений еще долго не покидали уютный актовый зал Дома детского творчества. Они фотографировались и рассматривали памятные кружки с фотографиями, которые руководитель ансамбля Виталий Михайлов подарил каждому участнику отчетного концерта. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Розганова, Десна ТВ. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГО и ЧС города Десногорска привлекались для проведения работ по оказанию помощи скорой два раза, по оказанию помощи при происшествии на воде один раз. Далее 23 мая проведено выездное совещание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации по определению выполненных работ по подготовке городского пляжа к открытию купального сезона. Пользуясь случаем, приглашаю гостей города и жителей города Десногорска на пляж. За семь дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 547 сообщений, из них 208 ложных. Поступило отработано шесть просьб от населения. О криминальной обстановке в городе расскажет руководитель группы по работе с личным составом ОМВД России по городу Десногорску Сергей Челков. В течение прошедшей недели в отдел Министерства внутренних дел по городу Десногорску поступило 109 сообщений и заявлений, из которых 12 преступлений, раскрыто 5, нераскрыто 7, телесных повреждений 15, ДТП с техническими повреждениями 8, смертник криминальная 5, прочие 69, раскрыто одно ранее совершенное преступление. Выявлено 101 административное правонарушение. Из них за нарушение правил дорожного движения 81, одно за управление транспортным средством в состоянии алкогольного объединения. Преступление террористической направленности не допущено и не выявлено. 29 мая в Центре культуры и молодежной политики города состоялся праздничный концерт для всех участников конкурса «Знаете, каким он парнем был». Итоги конкурса были подведены ранее, и десногорские таланты не остались незамеченными. Подробности праздника смотрите далее в сюжете. Выдающемуся сыну смоленской земли был посвящен областной конкурс «Знаете, каким он парнем был». Организатором этого праздника, приуроченного к 85-летию космонавта Юрия Гагарина, было Смоленское региональное отделение Всероссийско-политической партии «Единая Россия». Конкурс проводился в течение двух месяцев и завершился галоконцертом в Смоленске 12 апреля. Десногорцы принимали в конкурсе самое активное участие, поэтому 29 мая для них был организован праздничный концерт. Со словами благодарности к присутствующим обратился депутат Смоленско-областной думы. Всегда приятно встречаться с творческими людьми, которые дарят нам искусство, прославляя наш город своими талантами. Третье место в номинации «Хореография» в прошедшем конкурсе заняли воспитанницы образцово-хореографического коллектива «Каприз». Девочки исполнили удивительный и нежный танец «Звездная страна», поставленный специально для этого конкурса балетмейстером Светланы Смирновой. Победительница областного конкурса в номинации «Литература» стала ученица средней школы номер 2 Анастасия Кобзарева. На концерте она еще раз прочитала свое стихотворение, чем в очередной раз порадовала зрителей. Мы помним, мы гордимся, мы стремимся и много лет с Гагарина пример берем. Мы твердо верим и нам космос покорится. Пусть не сейчас, пускай потом. Для победителей конкурса творческие коллективы Центра культуры и молодежной политики исполнили свои любимые танцы и песни, после чего всем участникам данного праздника подарили сладкие подарки и громкие овации. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Деснат ТВ. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadefistv.ru, а также в наших официальных группах и в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. С вами была Виолетта Ефименко. Всем хорошего настроения и только позитивных новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова